В отделе полиции Людмила со слезами на глазах рассказывает, как ее ловко обманули. Сначала позвонил якобы сотрудник оператора мобильной связи и просил продлить договор. Для этого нужен был вход в госуслуги и, конечно, одноразовый пароль. А я работала, и поэтому я не концентрировалась на сообщениях, концентрировалась на работе. И я просто быстро им сказала эти цифры, и, конечно, я не прочитала, что там внизу написано, не рассказывайте никому коды. После работы женщина попыталась зайти на госуслуги, но получила шокирующий смс о том, что ее личный кабинет недоступен. Также был указан телефон горячей линии. Людмила перезвонила, и вот тут ловушка захлопнулась. Якобы сотрудник Росфинмониторинга сообщил потерпевшей, что ее деньги в опасности. Сказала, что вся моя недвижимость и все мои средства сейчас у мошенников, оформляются кредиты активно. Также они могут продать квартиру и все. Вот, и сказала, что нужно срочно закрывать карты. В итоге телефонные мошенники заставили Людмилу оформить кредиты, а все деньги перевести на неизвестный счет. Женщина отдала незнакомцам полмиллиона рублей. Все операции она фиксировала, в ответ ей даже присылали банковские письма. Самое интересное, что они мне прислали документ от банка, заверенный цифровой подписью, что перевыпуск карты происходит. И увидев подписи, печати, я успокоилась и подумала, что я делаю правильные вещи. И спасаю свои средства от мошенников. Хотим пояснить, что сотрудники сотовой связи никогда не осуществляют звонки своим гражданам, так как срок действия вашей сим-карты бессрочен. А сотрудники портала госуслуг никогда не осуществляют звонки гражданам, так как единственная связь с вами – это направление вам уведомления через электронную почту. Сейчас полицейские устанавливают личности всех телефонных собеседников и получателей платежей. А Людмила готовится к выплатам по кредитам. Похоже, этот Новый год женщина встретит весьма скромно. Михаил Вагин, Место происшествия.